Всем привет, ребята! Вы на канале Ушел по делам. Вот, я сегодня выбрался в парк покормить лисят. И не только. Сейчас у нас 31 декабря. И, ребят, новогодние, новогодние праздники. Они вот уже чуть-чуть осталось совсем. И уже будет другой год, 2024. И вот, ребят, я приехал к лисятам и привез им новогодние подарки от вас. От моих зрителей, от тех людей с добрым сердцем, которые... Не проши мимо беды лисят, что сейчас зимой им тяжело. Некоторые люди помогли, когда Шурик был ранен. Вот. Большое вам, ребят, человеческое спасибо. А сейчас я вам покажу, что я им приготовил. Вот, смотрите, это духу лесному. Хлебушек и коровка-конфетка. Это, ребят, я делал пирожки вчера. Обрезал мясо. Там разное мясо, куски. Тоже брошу. Там нормально лисятам покушать. Вот, ребят, с прошлого раза оставалась мне куриная ножка. И вот большое количество куриных сердечек. Также купил большое количество куриных сердечек. И также, ребят, купил куриные ножки. Это попросил человек. Он специально скинул Шурику на курочку. Вот такой, ребят, будет рацион у лисят сегодня. На самом деле, ребят, я ехал, мне так тяжело. Ну, нормальный вес, количество мяса. Еще идет дождик. Вы представляете, я уже, ребят, мокрый. Не знаю, видно вам, нет. Вот, взял с собой зонтик. Последний раз я приезжал позавчера. Вот, ребят, привез печень, куриные сердечки. Шурика не получилось встретить. Но появился новый лисенок Чи-Чи. Вот я покормил лисенка хорошо. Дал ему с собой. И, ребят, оставил Шурику на пенечке. Торт ему из печени куриной. И положил, как конфетку, куриную ножку. Вот, ребят, не знаю, получится ли мне дождаться или нет. Если, ребят, не получится дождаться, то это все я разбросаю по нормам. Потому что сейчас ноль. Но сегодня к 12 будет минус 11. Я не знаю, как я буду возвращаться на велосипеде. Будет страшный гололед. А завтра уже будет минус 20. И диким животным, и лисам будет очень тяжело сейчас в лесу. Я разбросаю все по нормам, оставлю на пеньке. А не обязательно кто-то найдет, что-то покушает. Ну, а теперь, ребят, давайте пройдемся по нашим донатам. Кто сколько задонатил и кто что пожелал. Хочу очень поблагодарить этих людей. Вы знаете, на самом деле, я в последнее время, если честно, разочаровался в людях. Ну, это связано и не только с дикими животными. За три года мне ни разу никто не задонатил денег. А много советов раздавали. Вот все донаты в основном пришли в декабре. Также и насчет гуманитарки. Когда я ездил за ленточку, возил ребятам гуманитарную помощь. Очень много мне здесь было патриотов. Кричали, ты когда поедешь, ты нам скажи. И, ребят, я им сказал. И вот из 15 человек только трое откликнулись. Ну, как-то вот так. Ну, и, конечно, были случаи, когда во дворе какой-то криминал происходил, там разбой, грабеж, воровство машин. Все время у ребят выскакивал я один, решал вопросы и ступал в драку. Было три человека, четыре человека, вооруженные были люди. Понимаете? А все остальные люди только смотрели в окно. Также был у меня конфликт и с правоохранительными органами, сотрудниками полиции. Причем с высшими эшелонами, как говорится, власти. И, ребят, бодался я месяц. Ну, как бы правоту и правду свою я отстаивал. После этого, ребят, я очень сильно разочаровался вообще в людях. И не ожидал, что такое количество откликнется. Вы знаете, это как глоток воздуха. Большое вам человеческое спасибо. Спасибо. Приятно осознавать, что ты не один. Ну, что, ребят, вот что помню. Так вот, я, конечно, всего не упомнил, кто что желал. Ну, так приблизительно. Первый донат мне поступил от Любовь Прокофьевны. Это руководитель клуба посиделок, куда ходит моя мама. Они выступают, ездят, поют с разными номерами. Это человек задонатил примерно около тысячи рублей с дочкой. Большое вам человеческое спасибо. Также, ребят, хочу поблагодарить своего друга Олега. Он ветеринар. Он тоже, когда мы встретили раненого Шурика, помог с баллоном. Также с антибиотиком он мне помог. Также предлагал всегда мне деньги. Ну, ребят, деньги я находил. То есть, как бы, спасибо тебе, Олегович, тоже большое за помощь. И вот, ребят, первый был донат по карте от Татьяны Владимировны. 300 рублей. Как раз на лечение Шурика. Второй донат был от Анастасии Александровны. 300 рублей. Также на лечение Шурика. И третий донат был 300 рублей от Елизаветы Николаевны. Это девушка из Питера. Вот. Большое вам спасибо. Также это было на лечении Шурика. Я купил лекарства из куриной сердечки. Вот, ребят, засовывал антибиотики куриной сердечки. Бегал за Шуриком с баллоном. Потом его прозвал Фиолетовый кот. В общем, большое вам спасибо. Эти люди откликнулись. Три человека. Конечно, может быть, была возможность и у других людей. Но не все, может, увидели этого видео. Да. Вот есть вопрос к тем людям, которые видели это видео и не откликнулись. Конечно. Но это, ребят, все на вашей совести. Также поступил донат 200 рублей от Адели Аня Ахмедовны. Большое вам спасибо. На вкусняшки для Шурика. Вот я помню вот это. Также потом поступил донат 1000 рублей от Сергея Николаевича. Вот, ребят, зачту вам сообщение. Шурику и его друзьям храни вас Всевышний. Большое вам человеческое спасибо, Сергей Николаевич. И также поступил последний донат 29 декабря. От Игоря Васильевича. 500 рублей. На курицу для Шурика. Вот я ему купил куриные ножки. У меня еще и денежки ваши остались. Дежурная копилка есть. Я все обязательно потрачу на Лися. Большое вам, ребят, человеческое спасибо. Вместе мы сила. Ну все. А теперь поеду к лисятам и попробуем кого-то дождаться и поздравить их с наступающим Новым Годом. А еще, ребят, забыл, смотрите. Сюрприз. Сейчас очень это дефицит. Взял, ребят, три куриных яичка. Вот. Ну, как бы я привык, что у нас сейчас двое лисят. Там Шурик и Чичи. Малыша я давно не видел. Но, ребят, взял три яичка. Вот. Если даже никто не придет, все равно, ребят, брошу в норы. Лишним не будет. Ну что, ребят, вот я доехал до точки. Блин, скажу вам, очень тяжело это было. Я еду, и у меня шины, представляете, проваливаются уже на накатанный снег. Ну, сейчас плюс. И сил я трачу в раз в восемь. Больше, чем когда едешь по асфальту. Ребят, давайте посмотрим. Вот здесь последний раз я ходил, оставлял торт из печени на пенечке. Вот, ребят, я уже отсюда вижу, что пенечек наш пустой. Смотрите. Ни печени, ни ножки нет. А была полная коробочка. Ну что, ребят, как у нас по традиции, оставим подарок духу лесному и лешему. Тем более, Новый год. Ну что, ребят, вот я оставил кусочек хлеба и коровку конфет. Забертки распечатал. Кстати, с наступающим тебя праздниками! Мы к тебе со всей душой. Ну, и хорошего тебе Нового года! Так, ребят, а что у нас по времени? Время 15.03 у нас. Ну, вы знаете, обычно, иногда Шурик пробегал раньше в такое время. Я думаю, что у него вообще, наверное, конфликт произошел с Чичи, потому что Чичи, он два года назад здесь вырос, вот, он жил, и потом пропал, два года его не было. Он такой же был, как Шурик, озорной. Видно, что он по массе крупнее, вот, чем Шурик. И, видно, у них была сейчас дележка территории. Ну, не знаю, ребят, обычно Чичи выходит уже поздно. Вот я почему пораньше приехал, попробую. Может быть, Шурик будет пробегать, и нам получится его покормить. Ну что, ребят, идет дождик, представляете, Новый год. И резко упадет температура, представляете, до минус 11, а потом до минус 20. Я вообще не знаю, как я назад поеду. Сейчас она уже начнет падать, потому что уже к ночи должно быть минус 11. Сейчас где-то ноль. Представляете, сейчас какой лед будет. Ребят, чуйка у меня сработала, взял уже на выходе зонт с собой. Хоть как-то он мне поможет. Но пока, ребят, нет никого. Ждем. Представляете, я пока здесь стою, вот увидел, здесь пришли люди. Ну, они так редко, но бывают. Ходят, приходят тоже, кормят лис. Вот, и сейчас смотрю по всем норам, разбрасывают. Я прям по запаху учуял, ребят, куриные шейки. Хотя расстояние 50-100 метров, ну, норы в разных местах. Я сам уже как лиса. Обоняние у меня, конечно, нормальное стало. Вот, и смотрю, нормальное количество принесли тоже. Видите, не забывают про лисят. Принесли покушать на Новый год. Так что, даже не знаю, придет ко мне кто-нибудь или нет. Потому что, если они сейчас в норах, они проснутся. У них уже там все, завтрак в постель. Вот. Ну, если, ребят, никто не придет, я также все это в норы разбросаю. Лишним это не будет. Животный покушает. Ну, что, ребят, пока стою, жду лисят. Здесь мне опять поступил донат. 300 рублей, ребят. Это от Елены Евгеньевны. И, ребят, сообщение есть. От Цицы Шурику. На новогодние вкусняшки. Цица, это так зовут лису. Вы знаете, я совсем недавно тоже увидел на одном канале, как люди кормят лису. Причем, кормят лису с рук. Она даже залезает к ним на коленки. Ну, было там, как заявлено, что лиса дикая. Но, ребят, поведение явно было не дикой лисы. Я был сильно удивлен. И даже написал, что не похоже на дикую лису у вас. Да, действительно, эта лиса дикая. Просто люди уже давно кормят, около пяти лет. Лиса там такая солидная по килограммам. Потому что рацион еды у нее питание хороший. Ребят, очень интересные видосы. Я сам иногда смотрю, захожу к ним. Какое взаимодействие у человека с дикой природой, с диким животным. Ребят, что-то, это чудо просто. Лиса красивые, люди тоже добрые. Очень сильно любят свою лису. Лису зовут Цица. Я также хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Вас, вашу семью и вашего питомца. Пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба. Большое вам человеческое спасибо. Вы знаете, ребята, тут немножечко обидно. То, что... Ну, лесят я, правда, очень давно кормлю, около трех лет. Вот. И когда действительно нужны были деньги, потому что я не работаю. А сил очень много занимает. Это действительно как полноценная работа. Отснять материал, сделать фильм. Вот. Ну, я делился своим последним с лисятами. И вот обидно, знаете, то, что вот когда начали люди... Вообще, когда люди поверили, да, мне поверили, вот, и начали донатить на лисят, лисы пропали. И мне, так, знаете, неловко, такое ощущение, даже неудобно. Чувствую себя каким-то обязанным. Вот. Люди же будут ждать от меня, да, что я буду кормить, а я не кормлю, да. Потому что, знаете, вот я куплю еду, вот. Ну, туда-сюда возить, ребят, ее из дома и обратно сюда привозить. Но это тоже не резон. То есть я буду ее кидать в норы. Вот люди задонатили там на Шурика, а Шурика не видят. А еду, ребят, я бросаю в норы, да. Ну, я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь. Вот. Конечно, хочется, чтобы ваши желания дошли по назначению. Ну, ничего пока поделать я не могу. Против силы природы не попрешь. Так что еще раз большое вам всем спасибо, что от меня будет зависеть. Я обязательно все передам от вас. Вот. Вы знаете, кстати, у меня вот недавно появился телефон. Вот такой, ребят, телефон. Мой, кстати, телефон буквально на днях сделал привет пока. Вовремя у меня появился новый телефон. А вообще, ребят, вот этот телефон я когда-то дарил своей маме. Вот. И на Новый год я ей купил новый телефон и вот подарил ей недавно. Ну, вы знаете, я вам сразу хочу сказать, что сразу дарите хорошие, нормальные подарки своим родителям. Потому что если в дальнейшем мы вдруг сделаем им еще лучше подарок, и когда вы у них заберете им уже, который не нужен подарок, Ребят, вы тоже не обломаетесь. Вот я изначально подарил маме хороший телефон. Но это было давно. Вот. А сейчас у меня мама тоже как бы блогер, ведет свой канал. И я ей купил телефон с лучшей камерой. Там четыре камеры. Вот. Ну, и карта памяти огромная. Ну, я вижу человек как заинтересованный. Вы знаете, это уже пятый телефон я дарю своей маме. Вот. Также я ей подарил два ноутбука. Сперва я подарил нетбук, по-моему, маленький, знаете. Но я думал, она поиграется и бросит. Я смотрю, человек действительно заинтересован. И потом я уже подарил нормальный ноутбук. Вот. Ну, смотрю, больше ей нравится телефон. Вот как компьютер летает. Вы знаете, она постоянно сидит в нем. Так что, ребят, на будущее сразу дарите нормальные подарки. Чтобы потом, когда вы заберете, вы знаете, я довольна этому телефону. Он тоже хороший. Хорошая камера. Мне достаточно. Для моих потребностей мне вполне достаточно. Что, ребят, мне стало интересно, что люди принесли вообще лися там покушать. Я уже у одной норы был. Вот сюда, ребят, в другой норе подошел. Ну, там тоже самое. Вот куриные шейки лежат. И там тоже люди побросали. Ну, нормальное количество принесли. Кстати, здесь можно сразу узнать, кто был из людей. Потому что каждый приносит что-то свое. Вот эти люди в основном приносят всегда куриные шеи. Ну, нормально. Рацион они им принесли. Но еще видно, что, ребят, лисят и, видно, спят. Еще пока нет никого. Ну, что, ребят? Я уже здесь сам весь в снегу. Видите, у меня весь велосипед в снегу. Здесь то дождь, то снег. Караул. Что у нас по времени? Время 5.11, ребят. Я стою здесь в караул. Уже сам замерз. То, ребят, дождик был, то теперь снег пошел. Действительно прохладно. Сейчас уже начинает на минус идти. Я, ребят, сейчас знаете, что сделаю? Я, наверное, сейчас еще немножко постою. И начну раскладывать все ваши гостиницы по норам. Еще одну нору нашел. Видно, что коллектором пользуется. Коллектор открытый, хороший, теплый. Туда тоже, ребят, побольше брошу. Сейчас пойду на пенечек и начну там торт им импровизировать. Ну что, ребят, вот такой у меня торт новогодний для Шурика. Смотрите, куриные сердечки я наложил, две ножки куриные и яичко. А рядом, ребят, этот хлебушек с конфеткой, коровкой. Я положил хозяину леса. Ну вот, ребят, вот такая тарелочка хорошенькая. Сейчас вот такие же порции, ребят, буду бросать в нору. Ребят, поеду домой, уже холодно. Все-таки же Новый год, надо встречать дома. Я, ребят, сам здесь, смотрите, как Дед Мороз весь запорошен в снегу. Караул. Ну я так не тороплюсь, потихонечку буду здесь ходить, раскладывать. Еще где-то здесь около, наверное, часа я буду находиться. Я даже здесь сейчас вот, ребят, положил около пенька. Но я еще здесь постою, подожду. Может, кто-нибудь сейчас выйдет. Ну что, ребят, температура начала падать. Минус 3, видите. Время сейчас у нас 5.33. Градус начал падать. Ну прям стремительно чувствуется, что холодно. Я планирую, ребят, отсюда в 6 стартануть. Я думаю, уже в 6, через полчаса будет еще минус конкретный. Я все стою, ребят, жду здесь у пенечка. Может, думать, кто подойдет. Нет. Ребят, смотрите, как у меня велосипед снегом занесло. Караул. Вот. Ну вы знаете, я что думаю. Хорошо, что мы последний раз хоть Шурик увидели после того, как мы его лечили. Что после морозов пережил. Очень сильные морозы были. Что он живой. Рана у него была нормальная, сухая. Только единственное, не было меха на том месте. Вот. И все, ребят, больше мы его не видели. Надеюсь, что все у него в порядке. Вот. И, может быть, еще получится, мы его когда-нибудь увидим. Ну что, ребят, вот я подошел к норе. Видите, здесь люди тоже бросали к куриные шейки. Вон лежат. Положил, ребят, я яичко. Сейчас, ребят, брошу здесь куриные сердечки. Ну, с краю брошу и туда, ребят, тоже внутрь бросим. Чтоб собаки не бегали здесь, не брали. Такой, ребят, им столик. И, ребят, сейчас курицы положим. И вот, ребят, сейчас курицы брошу. И поеду, ребят, тоже в другой норе, там тоже оставим. Ребят, ножки брошу туда. Подальше. Кстати, отсюда тепло выходит, ребят. Надеюсь, лисам здесь тепло. Вот так, ребят, куриные сердечки. Две ножки бросил, яичко. Сейчас, ребят, поедем в другой норе. Я там еще один коллектор нашел хороший. Туда сейчас бросим. И еще там одна нора есть, тоже бросим. Ну что, ребят, вот я еще подошел к одному коллектору. Смотрите, там есть вход. Бросаем куриную ножку от нас туда, ребят. Вот, ребят, яичко. Яичко покатилось туда. Куриные сердечки сейчас бросим. Здесь собаки бродячие. Пытались что-то сюда подойти ко мне. Но быстро желание у них пропало. Куриные сердечки тоже сюда сейчас насыпем. Я видел, что здесь шурик и чичи. Они отсюда выползали. Пользуюсь этим коллектором. Больше сюда, ребят, им бросим. Сейчас я тоже в другой норе подойду, тоже брошу. Так, вон, это той норе оставим. Так, ребят, им как-то бросили. Еще у меня ножка осталась одна. И, ребят, вот куриные сердечки. Ну что, ребят, вот подошли еще к одной норе. Сейчас все, что осталось, ребят, бросим сюда. Вот, ребят, куриная ножка от вас улетела. Так, ребят, и куриные сердечки тоже сюда все бросаем. Руки тоже замерзли у меня. Чувствуется, как падает температура. А я уже думал, быстрее бы домой. У меня там стол накрыт. Чаечек с вкусняшками. Руки, ребят, не слушаются. Есть. Есть. Все, ребят, последнее сердечко сюда же. Пакет, ребят, выносим. Мусор выкидываем. Ну вот, ребят, угощения доставлены. Ребят, замерз караул. Ну, видите, не получилось сегодня никого встретить. Ну, все гостиницы, ребят, я от вас доставил. Конечно, ждал сколько мог. Но, ребят, замерз караул. Градус падает. Кстати, что у нас по времени? Время, ребят, 6.16. Так, а что у нас по градусам? По градусам, ребят, пока минус 4. Ну, чувствуется, как минус 12. Действительно, очень холодно. Ну, все, ребят, еще раз всех хочу поздравить с Новым Годом. С наступающим Новым Годом. Сейчас вот совсем осталось совсем чуть-чуть. Уже будет Новый Год. А уже где-то, ребят, на Дальнем Востоке уже он и состоялся. Так что кого-то и с Новым Годом. Хочу всем пожелать крепкого здоровья и мирного неба. Все, ребят. Всем пока. Встретимся через год. Встретимся через год. С наступающим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok